К могилам своих родственников Пьера и Андрей Куксовы пройти могут с трудом. Раньше рядом с Телецким кладбищем проходила дорога, а теперь тут дома. Около 20 лет назад землю рядом с захоронениями продали под застройку. Место оказалось привлекательным. Участки раскупили большие шишки. Есть здесь гостевой дом и бывшего начальника Суздальской госавтоинспекции. Построен он, по словам местных жителей, прямо на могилах. Вот стойник, он в 5 метрах. И когда копали канализацию, вот здесь на улице Красноаремейской живет Фролова тетя Таня. Она мне сказала, Вера, черепа вылетали, кости. А мать Кирилла Владимир Борисовича, она пинала ногой опять в яму, забрасывала. Так дом-то построен на костях. Мало того, что забор гостевого дома стоит вплотную к родовой могиле Куксовых, так зимой видели, как Кириллов еще и перебрасывает снег со своего двора прямо на памятники. В этом бывший начальник ГАИ признался, но ничего дурного в своих действиях не видит. Вы все-таки бросали на кладбище снег? Снег, да. Чистый снег, который вот он выпал, мы его сразу перекинули через него и все. Ну вы знаете, что это уголовно-наказуемая статья? Какая? Надругательство над местами захоронения. Я ни над чем не надругивался. А это могила дедушки самого Владимира Кириллова. Сюда уже давно никто не приходил. Она вся заросла ветками и пройти к ней стало невозможно. Видимо, уважения к усопшему Кириллова нет совсем. Никакие просьбы и жалобы Куксовых владелец гостевого дома и слышать не хочет. Поэтому семья обратилась за помощью во все городские инстанции. Правда, пока безрезультатно. Обращался я в Суздальскую межрайонную прокуратуру в апреле месяце. Основным вопросом было надругательство над могилой моего деда, моих предков. Жалоба была переправлена администрацией города Суздаля. Администрация города Суздаля также не ответила на этот вопрос. Удивительно, но во время съемок Владимир Кириллов оказался рядом и сам решил пойти наконец-таки на диалог с Куксовыми. Владелец гостевого дома утверждает, что землю ему давали еще в советские времена. Тогда же пообещали, что кладбище снесут. Вообще думали, что здесь ничего не будет. Потом, когда СССР разрушился, все так и осталось. А нам что делать? Вот представьте, у меня дети, у меня все. Вот если сейчас забор убрать, это вот вышло из дома и могилы. Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в Суздальскую администрацию. И оказывается, что пока, на мой взгляд, что незаконно было само разрешение на строительство домов, потому что она попала в охранную, в защитную зону самого кладбища. А согласно Санпин, эта защитная зона должна составлять не менее 50 метров. Сейчас администрация готовит документы в прокуратуру и в суд. Если признают, что дом бывшего начальника ГАИ не имеет права здесь стоять, его снесут. Так же, как и другие дома на костях на этой улице. Ольга Федина, Александр Мажаров, 6 канал.